здорово готов это вот это вот она вот это вот она сейчас на этом поедем работать вдвоем зачем нам вот это вот она вот но ты будешь сегодня грузчиков ты же ездил на тесте завиже всего когда туда ты кстати совершаешь мою ошибку я когда взял ее в первый день поехал работать бог мне просто предложили покататься сколи стёба будет весело зато здесь шумкой какие-то дырки залеплена зачем-то на шумочки бы липануть на самом деле шутки шутками но мы сейчас со стёпой едем возить грузовой тариф на ларгусе это маленький кузов с двумя грузчиками я не хочу придется я его заставил он сказал давай со мной покатаешься по приколу по кайфу я влебил футболку одел чтобы не жарко было пока его прикол у кого стёпой работа это вещи не связаны как грузчик у нас 30 баллов приоритета из 92 и тут даже кое-где горят коэффициенты мы сейчас находимся за мкадом я нажимаю на линию и скорее всего мы здесь ничего не понимаем по двум грузчикам даже по одному поэтому сейчас мы поедем в сторону пульсить можно не надо только не туда надо надо стёпа надо вопрос кстати я не могу вопрос кстати знаете в чем что по стандартам вроде как должно быть одно пассажирское место но у нас тут только наручник сюда вот если тянка если мужик то он большой коленки крепкий в общем мы уже на линии ждем первый заказ если ничего не падает едем покушать работать такси но не знаешь каком парк подключиться рекомендую эксперт парк ведь они разработали уникальную программу эксперт парк 20 самыми выгодными условиями на рынке по сотрудничеству с яндекс такси из яндекс доставки с ним ваша деятельность такси будет законной ведь компания работает на рынке такси уже более восьми лет став парковым самозанятым через эксперт парк вы получаете следующие преимущества комиссия на заказы всего 40 рублей в сутки автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков круглосуточная техподдержка и личный пол-центр бесплатно помогут получить разрешение и зарегистрироваться в реестре перевозчиков и многое другое но если ты хочешь попробовать свои силы в доставке тогда можешь связаться техподдержкой парка и получить лучшие условия сотрудничества выбери свой формат работы и подключись к эксперт парку уже сегодня работайте легально и зарабатывайте вместе с надежным партнером так у нас тут заказ два грузчика пацан приехали в кладовкин студии актерского мастерства алло да здравствуйте вот возле двери стоим не можем да а тут нет никого номера посылка для получения 1 и здесь написано только забрать столик и посылку все да конечно могу сейчас секундочку слушайте вот вопрос возник с проездом под кирпич как там вот как там ехать под кирпич они открываются приложения так вот эти коробки тоже могу доставать ой подбирайся это уже это очень интересно ну допустим нас наверно наверно доставать да только эта штука тяжелая там было вопрос с охотничком на самом деле как питать все это а давай знаешь как сделаем никак поедем домой хорош зарабатывать деньги вот на коробке вот это можно прям двигать как хотите поцарапать так тогда не свистекло я возьму эти штуки так вот это все мы грузим да да так вот и саня погоди но сначала стол наверное поставить ну мы можем рядом это поставить да как то это так несешь как крабик могу вот так если ты ищешь грузовой автомобиль в аренду ларгус боксер неважно обращайся в таксопарк полет у них есть автомобили для грузового под доставку также есть автомобили под такси номер телефона на экране ну не забывай про мой промо-код полетели поворачиваю на бух поцарапать ты перехватывать как-то я держу за ней прямом влезет сушь да ты подвинь тот угол вот так теперь теперь дальше мы сделать теперь мы его поставим потому что теперь можно поставить да ну давай по убору все да только нормаловато давай знаешь мы сейчас и сделаем подсунь деревяшку под низ все ребят мы погрузили у нас есть час десять чтобы доехать до пассажира и самый прикол что там по требованию написано надо игнорировать кирпич и не один а целых два самое главное не это то что девчонка которая давала нам заказ был очень миленький самое важное степа взял номер по центру кататься прикольно интересно получше мы что-нибудь в лед или не получим напомню 30 баллов активностью приоритета у нас опоздание на 20 минут но не потому что мы в пробках стояли потому что мы заехали поесть у нас платное время вождание пошло поделки рублей до 9 рублей минута но это херсти максимум дает полтора часа на все это на все эти дела и вот пошел обратный отчет платное время выдачи сейчас должны открыть ворота здесь и мы зайдем вовнутрь выгрузим все дело это и надеюсь поедем на следующий заказ типа два грузчика прикольно я не знаю сколько стоит вот это вот услуга типа два грузчика так держи мы можем ехать паспорта так вот показано паспорт под паспорт паспорт давайте паспорта короче мы похоже заехали на территорию росгвардии да туда они раздавали документы проверять да вот так вот не будет я записываю я понял что записываешь и хочу чтобы зрители знали что я негодую это не нравится да и хорошие пара или паспорта все посмотрели и теперь мы сейчас пойдем это все куда-то есть причем вас посмотрели паспорта тачку-то не досматривали смотрели машины нет посмотрел он с этой хочу я все поснимал да не все ну вот давай это выгрузим машина цемента постанем и он железяки не железяки не врет цемент он все равно ничейный смотри лежит на хуй был бы нужен лежал бы и быстренько да обратно рейс сделали заработали уголовочку и домой привопить кальян курить уголовочку бы заработали такой силы если честно опыт но тоже опыт подтвердить вручение подтвердить вручение готовы три тысячи триста двадцать девять рублей заказ ожидания требования за двух вручков 1400 неплохо заплатно положить 130 нормально комиссию мы отдали 26 процентов 878 рублей ждем следующий заказ стёпа тут уже начал смотреть все машину под доставку под грузовой вот а мы тем самым едем с вами ну и мы со стёпой в том числе едем в сторону балашки там горит коэффициент сейчас покажу нам показывают до коэффициента ехать 29 минут я сочу не заглох 29 минут двадцать двадцать километров ну лучше туда ехать чем стоять здесь центре пустым ревзи успеваете короче peugeot партнер восьмой год 300 косарей продают подходят под доставку это лучше чем варгус явно лучше чем варгус 1 и 4 мотор рабочая лошадка пишут машина это основа передний бампер торга правда нет но тем не менее успеваете приобретать я себе не покупаю я изучаю рынок и тишь пассатижи пацаны вы пока тут центре стоим нам падает платная подача 150 рублей 2 грузчика и долгая поездка ахренеть два грузчика и поедем мы в коттеджный поселок риверсайт знаком отчет знакомая ты знаешь где я там был по моему но я не помню но я там тоже был на если я там было то скорее всего юго-запад либо запад потому что больше никуда дальше в области стараюсь не ездить до 18 подачи типа ехали кайф два грузчика пацаны вообще топ стёпа так так сейчас осадил пойдет то мы с тобой это пропишемся потом на огне получается сейчас вот в этот шокбаум туда и налево да налево хорошо 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 да да доставка как подскажете как у правильно взять там там в двери тащи ну да нормально тогда нормально 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 прикол короче ситуация следующем надо как минимум приблизиться на 300 метров но типа чтобы он 300 метров до . а подскажите нету ничего там заявок просто мы и не можем на месте нажать на туда пройти чтобы на 700 метров еще пройти чтобы нажать что мы на месте так мы получать стоим 107 дом может вы можете позвонить вот коттеджный поселок реверсайд 107 они трубку не берут просто мы стоим вот у нас бесплатно просто стоим здесь нам тоже тут как бы тусоваться-то я звонил сейчас раза 4 они трубку берут по этому номеру до 107 попробуйте связаться ладик 107 дом 810 ватт позвони что-то не не могут дозвониться или еще что-то по поводу доставки моя но машина не на меня там просто она а ой подожди аула получатель аула получатель аула фамилия неизвест и что делать еще делать но мы не можем дозвониться вот я звоню и нету никаких вот ничего но там цветы просто вот ваш по ней не стукли там в кузове ну да вызов завершён сбросили очень а нельзя пройти на территорию нажать на месте выйти что делать попробую сейчас позвонить именно тем кто отправил отправителю что делать пройти нельзя проехать нельзя трубку не доставка ну не те кто про взять отправляли и не те кто получают не берут по по имени пробили в 107 доме алла не живет получатель аула ничего все зависит аленки повезем но я попал на деньги да почему-то уже сколько уже надо сколько-то ждать потом этим пидорасом звонить но так они не берут трубку не те ни другие ну поддержка я нас тоже наху посылают они трубку не берут вот поэтому доставка не нравится вот вы узнаете что бля дальше с этим делали где это все блядь куда это вести что с этим делать окраине будет да я же еще пидорас трубки не берет да здравствуйте вот приехали на реверсайд реверсайз нас не пускают на территорию мы не можем дозвониться до получателя трубку не берут и на территорию нет пропуска никого да да у пропуска нет никого давайте все дозвонились они до заказчика пропуск заказать они кого не заплатят конечно опоздание на 43 минуты но то есть грубо говоря на заказ у нас ушел ну уйдет два часа два часа на заказ это как бы ну за такие деньги это мало потому что комиссия и плюс нас двое если бы ну там было бы из 2 за двоих то это было бы интересно а так это получается что это получается слушай все равно они платят за доставку 407 тысячи ни хера себе много ты подумаешь как это звучит 4000 доставка вот много или мало за 50 километров да по-моему это ни хера себе проблема просто в том что я же много себе заберет до приятно забрал себе скажем 50 рублей но это было бы интересно вот так он все заберет еще косарь не почти даже косарь да хереть причем за этот косарь и они даже ни хера трубку не брали здравствуйте вот да у нас доставка цветов так а вы можете ворота открыть а у нас давайте попробуем так поместиться может провести аккуратно санька на жена и человека а он выпадет так раз вас так вот отвертой что открыть внизу скорее да внизу еще кого-то да так нам бы не замарать вам область а куда да давай уж и разуме давай только я не опускает да я разумеет здравствуйте аккуратнее санька не спешит пожалуйста да там еще вот открыт да человек наверно также не закрывать как и было ну свет уже мы выключать не будем а как закрыть ну да так подтвердить получение готова 1762 рубля ну вот короче за 2 грузчиков тысяча ну тысяча четыреста смотри не роза руку ну пиздец яндекс пишем до повреждения даже страховка сейчас скажу сколько комиссии сейчас груз ну что мы со стёпой приехали куда-то уже в москву здесь синяя зона такая что горит что минималка тысячи рублей круглосуточно круглосуточно в грузовом и прикол в том что вот мы стоим а ничего не падает мы стоим уже минут 20 поехали туда минут 40 стоим минут 20 вот чтоб пришел с мороженым сейчас будем есть мороженое как тебе ощущение от работы у меня сначала весело пошло потом что-то как-то на нем себе вот слушай вообще все говорят что надо гибкий включать может дивный а не гибкий а этот экспресс да это обычно доставка но типа она дороже чем курьера то есть это не курьер ну да ну включи типа хоть что-то мы заработаем может еще потому что но это прикол вот так вот два заказа за весь день это вообще боль мы взяли экспресс наверное заказов 5 падала плюс 20 рублей плюс там 50 плюс 100 там дальней подачи в итоге взяли заказ плюс 250 и вот едем со стёпой на подачу подачи 9 минут 5 километров плюс 250 км ну хабет херня наверно для экспресс но у нас вариантов немного но надо что заработать потому что пока это вообще боль да потом фильм таланты не расстраиваться а в аберрес экспресс по вагрусу нормально о чем много там нет как там вообще стол но допустим что мы еще не возили а вот это да выход туда да откройте там пожелание это чё это же добавлять должен быть грузовую а это где ты понесешь а там есть парковка или как-то что-то там там уже заедем просто нам чтобы потом не возвращаться машину это хорошо знаешь сколько 400 рублей нам ехать 500 метров 3 минуты тут до общежития и стоит это все удовольствие 400 рублей все стоп хорош поездки нет нам и вторую там или третий и сегодня вообще грузовой возим там два грузчика и вот решили ну заказов нет решили этот экспресс подключить и вот взяли экспресс а куда вставать хорошо держись ну что как поездочка что-то здесь точка выучишься быстро книга отнесу так нам куда так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поймали заказ по экспрессу. Долгая поездка улицы Егорова 6. Третий подъезд, получатель 1. Отсюда получается это, ну если я правильно понял, как Степа посмотрел, то это почти мытищик. Не почти, а за мытищиками. Даже за мытищиками. Вот, жопа. Да. Ну что, ну вот, на поехать полтора часа за тысячу. Мы сейчас подавались 20 минут по пробке. Стояли. И, конечно, ну нахуй. Не, мы, короче, отменили этот экспресс за 1160 рублей, 50 километров. На хер он нужен вообще. Это звучит страшно. Да. Ну, короче, сейчас же можно посмотреть, сколько будет стоить поездка. Когда ты нажимаешь на месте. Мы приехали, шокбалом закрыт, мы возле шокбалом проставились. Я смотрю, 1160. Ну, зачем она нужна? Что это за прикол такой? Ну и все. И мы, короче, это, приняли решение, отменили. Минус 16, так минус 16, окей. Завтра начнем, ну, начну с 30 и опять. И все. Ну, типа, такое возить, ну, его нафиг. Короче, мы приехали куда-то сюда забирать заказ. Это двери до двери, экспресс. В Щервинку, короче, с центра. Также стоит 1100, но в сторону дома. Поэтому было принято решение взять этот заказ. Нужно теперь позвонить клиенту, чтобы он как-то что-то нам, а, по-моему, он мне и звонит. Здравствуйте. Тебе какой номер? 810. Все, понял. Все, сейчас. Мне заходите или вы вынесете? Да, сейчас. Сзади, да? Да, можно, да, наверно, сзади, да. Да, можно, наверное, здесь. Чек, вот один у вас, но один здесь. Хорошо. Один вот этим. Это мне надо оставить-то? Мне хочется, ну, что адрес там. А, хорошо. Получу. Алло. Здравствуйте, а вот доставку приехали. Там, тут написано, позвонить вам, как приедем. А, все уже, ну, у дома прямо? Да. Ну, все, ладно, сейчас выйду. А где вы стоите-то конкретно? А возле зеленых ворот, где тут частный дом? Ой, близ зеленые ворота, частный дом, это близоченький. Ну, где вкусвилл, где первый подъезд, вот здесь вот. А, все, все, понял, все, понял. Давайте, я сейчас вот это все понял. Ага. Получается, вот это вот. Отдали. Все, да, там, доплачено все? Да, ну, наверное, сейчас. Так, безналичная оплата, да. Отвердить вручение. Все. Да, все, спасибо. Пожалуйста, достали. Все, получился заказ 1163 рубля. Тут бонус 21 рубль какой-то. Еще, кстати, да, хорош. Еще, кстати, не оплачена сама поездка 1043. Вот. И комиссия здесь, так как это экспресс, комиссия нет. Вот. А в розовом комиссии... Итого, что мы имеем? Мы отработали, я не знаю, сколько времени, но вот сейчас здесь у вас за сколько приехали? В 12 дня. То есть за 10 часов у нас с того получилось 7597 рублей за вычетную комиссию. За 10 часов? Да. Не в густо. Ну, то есть, если бы у нас без комиссии полностью, у нас было бы 9563 рубля. То есть тысяча в час, это до вычетной комиссии у нас. Но мы, объективно, очень много времени впустую стояли. Если бы у нас... Да. Ну, если бы мы экспресс сразу включили, у нас бы больше кассы было. То есть, я думаю, мы бы десяточку точно сделали. На бензин у нас ушел, ну, где-то 1200-1500, вот в этом диапазоне 4 заказа. Вот. Такая вот касса. Ну, это два грузчика, пацаны. То есть, что это, ну, 7600. Ну, давай так, изначально мы начали хорошо. Да. У нас где-то в 5 часов у нас была касса, сколько там денег? 6 тысяч рублей, да? Да. 5 часов. Ну, с 5 до 10 мы ни хера не сработали. Да. Ну, мы часа 2, наверное, просто тупо ехали, нам ничего не падало по грузовому. И вообще, на маленьком грузовом, что-то как-то... Угу. Ну, по факту, объективно, средний кузов забирает все, что у маленького кузова. А ты в курсе, что можно вообще выключать, нет? Да, конечно, можно. Что-то уверен. Да, стопудово. Ну, а если нельзя, ты так просто уверенно говоришь? Я думаю, можно, но если у тебя газелька среднего размера, что-то не можешь возить то, что возят в маленький кузов? Не знаю. Я думаю, можно. Надо попробовать просто. Надо взять в полете боксер и попробовать. Да, надо посмотреть. Вот. В общем-то, и цело, вот такая смена получилась. То есть, да, мы ни хрена не заработали, но зато контент. Вот. Ну, кстати, как мы ни хрена не заработали? Ну, чисто где-то сколько-то, тысяча шесть? Шесть копеек. Ну, да. Ну, это тоже деньги, кстати. Поставили варгус на парковку и пошли домой. Вот такая смена получилась. Такой видос. Пишите, как вам. Понравилось, когда два грузчика показали, сколько можно заработать на маленьком кузове. Но я думаю, что если бы мы включили бы экспресс пораньше, у кассы было бы побольше. Тысяча десять бы, может быть, бы и сделали. Ну, как получилось, так получилось. Время не потрачено, наверное, часов десять половины, да, на все это дело. То есть, ну, вот такая касса. Грустно, досадно, но как есть, так есть. Всем спасибо за просмотр. Не забудь подписаться на канал. Пока.